Губернатор Алексей Русских рассказал о перспективах развития промышленности в Ульяновской области. На этой неделе в регионе работают представители крупных промышленных предприятий России, в их числе руководство АвтоВАЗа. У нас запланировано личное встреча и подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с нашим Центром развития промышленности. Уверен, что наши совместные начинания дадут новый импульс предприятиям АвтоПрома, особенно локализованным Димитровградом. Не менее важной для города атомщиков станет и встреча с руководством компании Полесье Машстровин. Сегодня собственники этой белорусской компании находятся с визитом в нашем регионе. На территории Ульяновской области с 2020 года успешно реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В нем уже поучаствовали 42 региональных компании. Главная цель – повышение производительности труда в целевом секторе экономики на 5% и выше. На сегодняшний день в работе на 2023 год у нас находятся 10 компаний, которые должны войти в национальный проект, пройти обучение. А я напомню, что обучение уже прошло порядка 600 сотрудников промышленных предприятий региона. В текущем году мы активно вовлекаем в этот процесс и в том числе предприятия и оборонно-промышленного комплекса. В этом году мы надеемся, что к нам присоединится компания «Аэрокомпозит Ульяновска». Они активно развиваются. С 2019 года в Ульяновской области реализуется национальный проект «Демография». Сегодня можно подвести его промежуточные итоги. В проект «Старшее поколение» вошла реализация системы долговременного ухода. Более тысячи ульяновцев ежедневно получают необходимый уход на дому. Также в рамках реализации этого проекта у нас открыта школа ухода, пункты проката современных технических средств реабилитации и организованы выезд специалистов на дому. Это уже профильных специалистов, таких как психологи, реабилитологи, для того, чтобы оказывать услуги людям на дому. Продолжается строительство нашего первого объекта, который мы возводим с нулевого цикла в рамках социального обслуживания. Это строительство жилого корпуса пищеблоком в селе Водорас на 270 мест. На аппаратном совещании заместитель председателя правительства Ульяновской области, министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаил Семенкин рассказал о ходе посевной кампании. В регионе она подходит к концу. Осталось несколько районов, которые отстают по темпам. К началу июня посевная полностью завершится. Темп сева мы превышаем прошлогодний в полтора раза. Аналогичный период этого года. Но если сравнить год к году. Отмечу, что Индийский район первым из муниципальных образований выполнил общий план сева в 100%. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны у нас на площади 355 тысяч гектаров. Это 93% от запланированного объема. Запланированная площадь сева у нас превышает по зерновым и зернобобовым культурам. Прошлогодний год на 35 тысяч гектаров. Что дает нам возможность, потенциал получения большего валового объема зерновых и зернобобов культур. На заседании затронули вопрос недобросовестного ведения бизнеса. В регионе есть предприниматели, которые платят ульяновцам зарплаты в конвертах. Алексей Русских поручил выявить компании, где сложилась такая практика, и наказать нарушителей. Из хороших новостей улучшение демографической ситуации. За 4 месяца количество многодетных семей в Ульяновской области выросло на 7% по сравнению с этим же периодом прошлого года. В семьях стали чаще рожать вторых и третьих детей. Чтобы детям и взрослым было комфортно отдыхать летом у водоемов, в регионе появится два новых пляжа – в Розе Ветров и на Мостовой. Благоустройство территорий идет полным ходом и должно завершиться к началу купального сезона. Валентина Никонова, Марат Мигдеев, Уллправда ТВ.